Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас 16 каст нашей передачи, которая называется «Завтрак с Библией». И у меня в сети Инстаграм завязался такой разговор. Ну, будем так говорить, может быть, несколько лет назад я бы был гораздо, может быть, агрессивнее в этом плане, но сегодня я понимаю, что человек заблуждается. Я, вы знаете, публикую там ежедневно стихи из Библии, и он начал, что вот древние книжки, читать надо уголовный кодекс вместо того, чтобы читать всякие сказки древнего мира. Ну, понятно, о чем идет речь. И в процессе разговора выясняется, что он какое-то представление, конечно, о Библии имеет, такое, очень отбаленное, но ничего такого там прямо углубленного в нем нет. И его все мысли, связанные с тем, что он говорит о Боге, с тем, что он говорит о Библии, связаны с расхожими мнениями сегодняшних атеистов. Наша задача, как, ну, по крайней мере, как заповедовал Иисус, это обучать все народы земли, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И я думаю, что наша задача просто нести Слово Божие именно в том виде, в котором мы несем, то есть без агрессии, без нападок и так далее. То есть люди, которые против того, что мы делаем, или, ну, не то, что они против, на самом деле, против-то не они, мы знаем, кто против, да, наши врань не против крови и плоти, а против мироправителей сил тьмы. Мы знаем, кто против и кто действует через этого человека против нас, но он хочет, чтобы мы сорвались, чтобы мы нарушили то, что мы строим, чтобы мы нарушили заповеди Господа, чтобы мы опустились до уровня его, и, то есть, завладеть и нашим сознанием, возможно, тоже. Поэтому, когда вот такие вот разговоры возникают, я стараюсь как бы свести все к минимуму, и чем больше к минимуму мы сводим вот эту вот агрессию, чем больше мы просто один-два факта в каждом комментарии, один-два факта в каждом комментарии, тем больше человек начинает злиться, потому что мы видим, что его комментарии фактически заканчиваются, потому что мы знаем, что Иисус сказал, что он построит церковь, врата ада не отдаляют ее. То есть, не может против нас воевать никакой мироправитель силы тьмы, потому что в наших руках есть вот меч веры, который называется Писание, и именно по этому Писанию мы можем отвечать. Человек может возражать сколько угодно. Но вот я привел ему две цитаты, которые, одна, я знаю, точно принадлежит Блесу Паскалю, а вторая принадлежит, предположительно, Арберту Эйнштейну. Значит, цитата Блеса Паскаля звучит следующим образом. Если Бога нет, но вы в Него верите, то вы ничего не теряете. Но если Он есть, и вы в Него не верите, то вы теряете все. Поэтому имеет смысл верить в Бога. Что значит верить в Бога? Верить в Бога – это не ходить в церковь по воскресеньям, или по каким-нибудь дням вы уходите, или по праздникам. Верить в Бога – это жить по Слову Божьему. И если мы живем по Слову Божьему, то наша жизнь становится другой. Нам не нужен Уголовный кодекс, потому что Уголовный кодекс черпает свои воды, которые его подписывают, отсюда, из Слова Божьего. Здесь ничего из того, что не разрешает Бог, ничего из того, что запрещает Бог, не разрешает Уголовный кодекс. Поэтому вам не понадобится считать Уголовный кодекс для того, чтобы жить праведной жизнью. И вот это называется «верить в Бога». Парень, который со мной спорит, он путает слово «вера» со словом «религия». У него вера в Бога ассоциируется с религией. Насколько мы помним с вами, что сам Иисус воевал, ну, в кавычках, «воевал» против религии. Он был против религии, я против религии. Я антирелигиозный человек. Я не хочу, чтобы что-то превращалось в религиозность, потому что человек должен жить в откровении с Богом. У него есть отношение с Богом. Есть единственный посредник между Богом и человеком – это Иисус Христос. Есть те, кто служит Иисусу в теле Христа. Это священники, да, имеется в виду, те, кто несет Слово Божие в мир. И мы не обязаны с ними соглашаться, кстати. Есть священники, которые говорят такие вещи, которые… Ну, я человек, изучающий теологию и богословие, я могу просто взять и выключить. Я не буду смотреть передачу, где рассказывают притянутую за уши какую-то теорию, которая ни на чем не основана. Но религиозность – это популизм, да, то есть то, что популярно среди народа. Вот популярно среди народа, чтобы целовать бабушки руки, да, мы будем целовать бабушки руки. Значит, нужно ввести, чтобы проповедник говорил то, что удобно зрителям в интернете, будут нести то, что удобно зрителям, но не будут нести правды. И поэтому вера в Бога – это правда, а религия – это популизм. Поэтому я точно знаю, что у этого парня, у него всего-навсего в голове полная путаница между религией и атеизмом, религией и верой в Бога. И поэтому он атеист. Атеист – это человек, который, ну, в переводе, да, если брать слово атеизм, это человек, отвергающий Бога, да, существование Бога. Но мы знаем, что многие заблуждались, даже Дарвин в конце своей жизни покаялся. Так вот, вторая цитата, которая предположительно относится к Альберту Эйнштейну, «Предположительно», но кто-то из ученых, мы это знаем, уже современности это сказал, «Предположительно», об этом говорит Альберт Эйнштейн, потому что у него слишком много похожих высказываний есть. И цитата звучит следующим образом. «Верить в Бога – это сложно, потому что, чтобы верить в Бога, нужно быть очень интеллектуальным и высокообразованным человеком». Вот меня эта цитата всегда, как бы, никогда не обращала на себя внимания, но в последнее время именно это и происходит, потому что все эти теории Большого Взрыва, генетика и так далее, все это очень интересно, только ни один ученый до сих пор не может понять, откуда все это взялось. И понятно, что ты должен был все это устроить. Есть очень много причин верить в Бога, именно основанных на научных доказательствах. Поэтому, когда человек просто поверхностно наслышан о том, что вот, как он сказал, «Для вас гроза – это гнев Божий, а для меня – физический процесс». Ну, я посмеялся, конечно, понятно, что когда Бог создавал природу, он должен был починить все каким-то законам, потому что если закона нет, то и существования не будет, да, то есть каждый будет делать все, что хочет. Но всего есть свои правила и законы. Но и должен был быть кто-то, кто эти законы и правила установил. И мы не будем сейчас вдаваться в теологию вопроса, но вот факт такой, что если вы когда-нибудь сталкиваетесь с подобными вещами, помните, что ваша задача – просто просить Бога о том, чтобы он раскрыл сердце этого человека для Слова Божьего. И я просто в связи с этим, 6 глава Иоанна, 44 стих, «Никто не может прийти ко мне». Давайте, 43-го. «И Иисус же сказал им в ответ, не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. Я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышащий от отца и научившийся, приходит ко мне». Поэтому наша задача, чтобы Господь призвал этого человека прийти к Богу. Без этого мы ничего не сможем сделать. Мы, к сожалению, не можем на сегодняшний день спасать. Это единственная привилегия, которая нам недоступна, возможно, из всех привилегий тех, кто верит в Бога. Спасать может только Бог, и Бог может призвать человека прийти к себе. Поэтому нужно молиться за то, чтобы этого человека просто призвал Бог к слушанию Слова Божьего. Потому что вера на отслышание Слова Божьего. И чтобы его просто Бог призвал к слышанию Слова Божьего. А дальше уже наша задача. Вот такая у меня была мысль сегодня утром. Поэтому будьте благословенны. Ищите Бога, ищите людей. Молитесь, чтобы Бог раскрывал их сердца для слышания от вас или от кого-то другого Слова Божьего. Пусть у вас будет благословенный день, и я рад служить вам здесь Словом Божьим. Хорошего дня, благословенны будьте. И завтра в 9.30 по израильскому времени, в 10.30 по Москве, мы с вами встретимся снова в нашем касте, который называется «Завтра из Библии». И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok